Добраться до метро жителям улиц Сицевая и Стародеревенская можно двумя путями. Пройти полтора километра по асфальтированной дороге, либо срезать. Получается примерно в два раза быстрее. Когда утром я, как и многие петербуржцы, тороплюсь на работу, я, конечно же, предпочитаю срезать. Грязно, огольными путями, но зато быстро. Эта народная дорога здесь, кажется, была всегда. Зимой болотистая земля подмерзает, мусор прячется под снегом и льдом. Можно ходить. В другие времена года картина иная. Даже непонятно, откуда здесь взяться такому количеству пивных бутылок и пищевых отходов. Вроде не парк, да и постоянно собираться здесь вряд ли кто будет. Завсегдата этого места только его сторожил гниющий плюшевый медведь. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Три-четыре минуты по народной тропе и снова асфальтированная дорога. Ее, кстати, тоже не особо убирают, хотя на своем пути она прилегает и к нескольким супермаркетам, и к бильярдному клубу. И вроде бы это их территория. Жильцы прилегающих домов обращались к специальным службам, но ситуация не изменилась. Дорога, проложенная через поле, да и само оно скорее напоминает свалку, нежели тропу. Сами горожане убираться тоже не хотят. Мусора с каждым днем все больше. И у поля, и у тротуара, ведущего к метро. Мой путь на работу заканчивается здесь. Десять минут по чистому Каменно-Островскому проспекту и я у телецентра. Итого на дорогу я затратил почти час, треть из которого я прошагал по грязи. Редактор субтитров А.Семкин